Еще одна школа в поселке Мини-Горького распахнет двери к началу нового учебного года. На капитальный ремонт учреждения образования из муниципальной казны выделено 65 миллионов рублей. Сейчас действующие три школы в поселке перегружены. Из-за нехватки классов подросткам приходится владевать знаниями в две смены. Здесь будет проведен капитальный ремонт, работы по восстановлению кровли, по замене старых стеклоблоков. Так, в здании на улице Воровского еще в период перестройки школьный звонок приглашал учеников в классы. Последние несколько лет здесь, в приспособленных офисах, работали сотрудники госструктуры. И вот уже два года помещение пустует. В поселке школы по соседству работают в две смены. Так, в образовательном учреждении номер 27 из-за нехватки помещений начальные классы вынуждены учиться после обеда. Для того, чтобы было меньшее количество детей, занимающихся во вторую смену, мы хотим там сделать школу, открыть школу. Но не просто школу, мы, конечно, хотим, чтобы она была еще определенного направления. Отремонтировать школу строители обещают за полгода. При этом, как заявил мэр Александр Соколов, в Хабаровске уже несколько лет подряд ведется работа по возвращению зданий в отрасль образования. Мы эти здания изымаем, восстанавливаем и возрождаем там школу. Двигаемся по пути ремонта школьных зданий, восстановления и укомплектования их современнейшими видами оборудования. После ремонта в школе будет учиться более 800 подростков. Первый звонок позовет их на уроки к началу нового учебного года. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения.